сегодня у нас число 24 25 сбился со счетов уже несколько дней только сделаю что занимаюсь велосипедом вчера целый день до самой ночи собираем здесь сегодня номера кунсанка как иллюминировали здорово колесо зрения раньше она по моему только белым светилась а теперь эффекты световые а вот мы великан прошу любить и жаловать полной сборки вот так выглядит чудо огромная рама все подогналось не сразу с трудом и не без выдумки изобретательности но все в конце концов стало на свои места пришлось порезать новые кейсинги новые тросы для перекидки главное что все получилось фрейм отличный я такое чувство что долго прослужит красивое зрелище и 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 7 и и и то как люди катаются, а здесь всем интересно, такое у себя кино, привет, ты мальчик или ты девчонка? а английский ты знаешь? speak English? French? you are a girl or a boy? what is your name? my name is Chris great, nice дай лапу вот так бой вау какой чудный мальчик Кустин или как-то он сказал, я не расслышал его на видео, постараюсь расслышать где же он? аж лохматый подплаты, глохматый здесь же чертёны ну ладно мугренький маленькая кнопка видно невысокого роста, в принципе, для своего возраста он словно называл его Кустинь был же у него такой, маркиз де Кустинь вот я его встречал маркиза Кустинь, наследника, потолка маркиза Кустинь авантюриста писателя и такого жирного русофоба, но интересного он всех запугивал Россию своими мемуарами да так, что у него даже получилось какое же это время было, какая эпоха Екатерина нет, чуть пораньше это было не помню 18 век это точно после Петровской эпохи и какой у него автомобиль не, на коньках это хорошо мы в детстве тоже предавались таким забавам а вот водить эту электрическую тарахтелку не очень интересно лучше футбол играть что-то такое делать подвижными играми заниматься ага Элиберли уже дополнилась народом ух ты туда и не пробиться очередь как в советские времена а говорят при капитализме нету очереди врут, наверное есть очередь при капитализме документальная фа а что такое очередь? нехватка недостача не хватает жареных ребер при капитализме у меня у меня такой врожденный порог мыло хватает зубной пасты да? жареных ребер нет но все-таки есть порог капитализма и общество изобилия есть тоже нехватки вот какое-то панно красиво это некая ностальгия по автро-венгерской империи по старой культурной австрии нехолодно тепленько можно в корчатках ездить не в рукавицах вертинский пьеру я сочнил песенку про свой велосипед отчасти в стиле вертинского жил отважный перекан он объездил много стран и не раз он покаял океан раз 15 он тонул погибал среди акул но ни разу даже глазом не моргнул еще так живо на андреевском впрочем не позднее 4 часа 5 почти 5 без 10 минут а все уже на час световой день прибавился раньше то в это время уже сумерки наступали в час на час раньше в 3.30 в 3.50 уже наступали сумерки теперь вот как купол сейчас такое делают красиво смотрятся купола старого Киева церковного Фароловский монастырь. Фароловский, я всё время путаю. Уже загорелись жилые массивые баллоны, как в дынке вдалеке и в низинке. Фамильярничает публика с Булгаковым, натирает ему нос и башмак зачем-то. Ну зачем нос? Гуглю надо натирать нос, но здесь у нас нет такого гуголя, до которого можно дотянуться. А вот Гуглю публика наверняка в силу какого-нибудь странного каприза нос натирать не будет. Вот не будет и всё, она непредсказуема. О, сейчас съездим в одно местечко на водвиженке, которое накануне открыл. Вот здесь недалеко должно быть. О, вот оно. Я вчера ехал, думаю, что это чертовщина. Аптека и чёрт. Аптека с чёртом, думаю, это какой-то юмор. Непонятный чёрный юмор. Потом гляжу, а это не чёрт. Это ж кот. Аптека Кот. Дальше гляжу выше. Аптека Булгакова. Ага. Это же бегемот. Собственную персону. С этой трубкой какой-то, стетоскопической. Лечит, понимаешь, людей. Нам более интересна надпись Булгакова. Аптека Бутик. Это вообще сбивает с толку. Бутик-аптека Булгакова. Мест есть. Здесь, наверное, прозают разные вещества. Аптека номер один. Запрошим на Воздвиженске чаю ванню. Лечебные чаи со специями. Выключи свой свет. Он здесь будет лишний. Доставка чудесная. Доставка есть. Здравствуйте. Такое постучится в квартиру. Всю жизнь будешь помнить. Здравствуйте. У вас чудное название. Я просто был заворожен. Аптека. Аптека. Черт. Я думаю, ну что, что такое за юмор. Аптека с чертом. Потом понял, что это кот-бегемот. Вы извините. Здесь вы действительно что-то продаете аптечное, да? Ну, это аптека. Настоящая аптека? Да. Обычная аптека. Спасибо большое. Разъяснили. А бутик что означает? Косметика. А. Плюс косметика. Все. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Так. Обычная аптека. Но это все не так. Эта аптека далеко не обычная. Хорошо, что живыми выбрались. Они всегда так говорят. Все. Говорят, обычная аптека. Заходите. А как зайдешь. И пропал человек. О. Правда сказал. Сегодня без фары. Придется ездить. Забыл дома аккумулятор. Я уже так отвлекся этими аптеками. Куда ж я собирался-то? А. И чай собирался пить. Поеду на Владимирскую горку. Поверил. Сюда НКВД надо заслать. Точно. Позвонить. Какой там телефон. Вон КВД. Ну, гугл все знает. Гугл подскажет. Места-то заняты. Места-то заняты. Поверил. Места-то заняты. И так же. Квд. Места-то заняты. Места-то заняты. Места-то заняты. Матер-морт. Добрый вечер. Фужер и бутылка шампанского, отличная парочка. Чай. Забавные оранжевые апельсины в перемешку с какими-то синими шариками. Что бы это значило? Просто оранжевые синие апельсины, не надо ромать голову. Университет Хискерик, посмотрим, что там. Тут все-таки Бессарабка величественная, напоминает какой-то средневековый замок с башенками. Есть много каких-то неосознанных ассоциаций, этим она интересна. Все время привлекает взгляд. Это и время такое было. Бурное для искусства, на человека. Как раз ломалась классическая школа, и выплывала куча всего нового. Друзья, вы смотрите, что это маленькая аллея. Все, я понял, какие-то лея расположены. Радиально. Чтобы вести прямо к центру, так сказать, композиции, фасаду университета. Центральному портику. Все правильно. Должна быть симметричная аллея с той стороны памятника. Катков здесь нет. Развлечения только на Контрактовой площади. И так теперь и на sounded аккуратно. У нас прямо вот так было ноября... Ах же любви, фонарей нет, темнище. Только на шлеме. Маленький фонарик. Как так я забыл сегодня. Заработался с великом. Как утром встал, сразу задрали. И так до поздней ночи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но дело даже не в фокусах, потому что все это само по себе один огромный фокус. Потому что надо поставить гироскоп и стабилизировать движение, придумать такую систему управления наклоном тела. С одной стороны, с другой стороны, вот это сочетание простейшего механического устройства с человеческим телом. Продолжение следует... 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 Вот нашли интересное место, которое до сих пор функционирует Обогатились немножко информацией Но это падение без комментариев Я нашел виновного В эпоху демократии Опасно ходить по барским лестницам Они коварны Демократическому человеку нельзя ходить по таким сложным видым лестницам Олицетворяющим собой век несправедливости и угнетения Он обязательно должен на них падать Он должен ходить по прямым литым бетонным лестничным маршам Он так воспитан, создан и рожден А почему перед такими витыми сложными лестницами, тем более мраморными, надо ставить таблички Осторожно, витые ступени Вот так Это мое умозаключение Предварительно А вообще, я так думаю Это уже второе мое умозаключение И более резкое Что во всем виноват этот черт с вывески булгаковской аптеки Это Он На проказе сейчас специально Он так меня и сопровождал С воздвиженки, я уверен Где-то там за плечами И до самого этого театра А говорят еще черта нет Ага, черта с два Черта нет Вот мы и увидели Все Вот она какая реальность-то оказывается Вот где мистика